Всем привет! Блендер 2.81. И как я обещал в прошлом году, что этот год постараюсь посвятить полностью анимации. Посмотрим, что выйдет, какую информацию получится найти и как всё это дело повернётся. Может быть даже какой-то мультфин короткий. Ну погнали дальше изучать. Так, вот у нас гражданка. Надо ей вставить кости. Можно, конечно, как по прошлым роликам, находите add, находите арматуру и вставляете кость. Но вот что нам может предложить ещё Блендер 2.81. Заходим именно в edit, находим преференции, находим аддоны и вводим по-английски rig. Пишем rig. И подключаем вот этот аддон, region, rig.fi. Вот этот вот. Потом рассмотрим вот этот, анимейшн коллекция. Вот это вот. И вот ещё 2 аддона. Их тоже потом в следующих роликах будем рассматривать. Ну пока вот подключаем. Он здесь вместе с ним идёт. Именно с этой программой. Закрываем и находим add. Находим арматуру и находим. Тут есть animals. Вот cat, dog, волк, собака. Так. И basic. Вот идут стандартные. Так. И human, meta rig. Вот это подключаем. Вот он появился внизу. Нажимаем S, skyl. И вот так всё это дело тянем. Вот до таких вот моментов. Вот появился именно rig. Вот этот. И наша вот гражданка. Нажимаем на гражданку. Нажимаем. Так. Я сейчас включу видимость. Именно клавиш, чтобы вам лучше было видно. Вот они появились. Панель N. Клавиша N английская. Так. Нажимаем на гражданку. Z, Warframe. Вот в такой вид переключаемся. Теперь нажимаем на кости левой кнопкой мыши. И заходим. Так. В дисплей. Вот сюда вот. Где вот именно Object Date Properties. Человечек. Viewport Display. И нажимаем видимость костей. Вот чтобы было всё вот таким вот образом. Ну а теперь IDA в Edit Mode. Английская Tab переключается. Или просто находите на панели вот здесь вот. Первым делом давайте снимем выделение с костей. Щелчок левой кнопкой мыши. И вот так всё это дело выделим. Вот таким вот образом. Повернём вот так. Немножко всё это дело нажмём на тройку. На нампаде. Нампад под правой рукой типа клавиатуры. Типа калькулятора. Пардон. И нажимаем английскую S. Немножко всё это уменьшаем. И английская G. Подводим к лицу персонажа. Шифт. Зажатое колёсико помогает нам передвигаться. Именно переносить модель. Так. Теперь опять же нажимаем G. И вот надо поймать нос. Вот таким вот образом. Так. Теперь нажимаем вот на эту косточку. И нажимаем английская G. И вводим её вот так вот. Чуть-чуть вглубь. Так. Теперь можно тройку на нампаде нажать. Шифт. Зажатое колёсико. Смотрим что тут да как. Ну теперь давайте. Так. Первым делом удалим вот эти вот кисти. Delete. Бонус. И вот так тоже Delete. Чтобы с ними не заморачиваться для ролика. Как их подставлять, подгонять по пальцам. Тем более у меня у модели нет пальцев. Опять же бон. И вот теперь выделяем вот эту косточку. Шифт. Зажатый. Челчок левой кнопки мыши. Вот эту. И теперь можно транспозом всё это дело. Вот так вот перекрутить. И вот так вот всё это дело подтянуть. И ещё немножко перекрутить и поднять вот так вот. Так. Теперь Select Box. Левая кнопка мыши. Нажимаем вот на эту косточку. Нажимаем. Опять же. Можно её всю приподнять. G. G. Английская. Вот так. Чуть-чуть всё поднимаем. Ну и подкорректируем эту кость. Опять же G. Вот так вот. То же самое проделаем через зажатый Shift левой кнопкой мыши. Эту руку. Процесс небыстрый. И опять же всё это дело приподнимем. Вот так вот. И немножко ещё подкрутим и подкорректируем. Так. И вот эту косточку тоже можно немножко вот так вот G подкорректировать. И выделить всю и немножко даже не всю вот заднюю часть. И вот так вот G английская тоже немножко приподнять. Так. Теперь переключаемся в 7 на нампаде. И вот эти вот косточки немножко отведём. Поставим по плечам. Вот так. Чтобы всё поймалось. Так. Теперь ставим вот эту косточку чуть-чуть. Вот так. Где-то какая-то если вышла, то тоже чуть-чуть корректируем. Эту косточку тоже вот таким вот образом. Нажимаем английскую E и вытягиваем вот так вот кости. Ну и тут тоже английская E. И вытягиваем вот так вот косточку. Так. Вроде всё стоит. Всё нормально. Немножко можно это подкрутить, подогнать. Ну в принципе всё хорошо. Так. Немножко поработаем с ключицей. G немножко приподнимем. И вот так вот G тоже немножко приподнимем. Так. Теперь опять же немножко поднимем грудь. вот так вот и посмотрим, что у нас с ногами. Так. Позвоночник вроде нормально стоит. Пойдёт. Посмотрим ноги. Ноги надо тоже подкорректировать. Это значит тройка на нампаде. Нажимаем на вот эту косточку. И попробуем G. Ге английская. Вот так её приподнять. Вот эту часть. Так. Вот эту часть немножко припустить. Ге вот так вот. Ну, чтоб по обуви была. Так. Вот эту косточку тоже немножко отведём. Вот так вот. Ну, и с этой косточкой поступим точно так же. Вот так вот. И эту ногу тоже подкорректируем. Так, смотрим, чтобы пятки совпали опять же. Вот таким вот образом. Ну, и немножко вот эту часть. Ctrl-Z, если что-то сделали не так, то Ctrl-Z нажимаете, возвращаетесь на шаг назад. Ловим вот этот кружочек. И опять же жмём G. Вот так выравниваем. Смотрим, как он тут себя ведёт. Тоже немножко можно подкорректировать. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, для понимания пойдёт. Очень внимательно надо их тут расставлять. Где-то что-то вот. Вы видите, что единица на нампаде вот ушла косточкой. Можно её немножко подкорректировать. Опять же, английская G. Вот так вот. Ну, и эту косточку тоже можно немножко подправить. Теперь смоем сбоку, чтобы поймать колени. Опять же, три на нампаде. Колёсико приближаем. Shift, зажатое колёсико регулируем. И опять же, G поднимаем до колена. Вот так вот. Чтобы вот таким вот образом всё было. Так. Ну, и эту тоже вот так вот до колена. Смотрим, что тут. Опять же, три на нампаде. Ну, и немножко можно вот так вот увести. Вот так вот где-то. Единица на нампаде. Вроде всё ровно. Смотрим. Вот повело немножко таз. Вот эту немножко нужно теперь G английская опустить. Вот так вот. Ну, и немножко попробовать её чуть-чуть вот так вот вбок отвести. Так, всё с этим закончили. Щелчок снимаем выделение. Так, теперь всё это дело можно выделить. Переходим в Object Mode. Нажимаем теперь на каркас. И смотрим так. Находим вот эту функцию, опять же, где бегущий человечек. И жмём сгенерировать RIG. Вот всё сгенерировалось. Появилась вот такая вот штука прикольная. Теперь заходим, нажимаем на модель и жмём Z английскую и Solid нажимаем, чтобы вот так его видеть. Так, теперь выделяем косточки через зажатый Shift. Вот так вот. Можно теперь вот это именно кости удалить. Так, я сначала сейчас сохраню модель полностью вот эту. Так. Сохранить как? Если вы что-то будете делать, то чаще сохраняйтесь. Поверьте, пригодится. То что-то пошло не так, то где-то что-то вы не то сделали. Потом будет очень неприятно переделывать всю работу. Так, вот можно теперь настроить вот эти вот кости, как и в прошлых роликах. Добавить здесь косточку, здесь отвязать, связать вот эти косточки, колено связать. Ну, вот у нас тут уже более-менее всё быстро сделано. Ну, и давайте попробуем. Первый вариант – это удаляем кости. Delete английская. И нажимаем на модель. И через Shift зажатый связываем вот эти вот, все вот эти вот кружочки, квадратики и так далее. Нажимаем Ctrl-P и нажимаем with automatic fixed of your, мать моя. Словом, вот эта вот автоматическая штука. Ну, опять же, ждём. Так, автоматизация прошла успешно. Вот такой вот персонаж. И вот так она выглядит. Так, теперь заходим в PostMod. Вот так всё выделилось разными цветами. Красный, зелёный и жёлтый. Ну, и давайте вот возьмём куб, щелчок левой кнопкой мыши и нажмём G. Вот так всё это дело вытянем. Вот таким образом. Так, теперь возьмём вот эти вот части. И можно опять же нажать G. И вот так вот всё поменять, сделать какую-то позу именно персонажа. Вот так. Можно потом развернуть даже кисти. Что-то типа держит. Ну, так где-то. Вы видите, как плечо прикольно поднимается. Всё прям работает классно. Так. Что ещё? Ну, давайте ногу попробуем вытянуть. Нажимаем опять же вот на эту красную штуку снизу. Вот так вот она выглядит. Вот такая. Так. Что тут делает куб? Центр. Так, и вот её теперь берём и жмём английскую G и перетягиваем чуть-чуть вперёд. А вот эту ногу перетягиваем немножко назад. Вот так. Теперь нужно немножко перекрутить таз. Вот эту вот часть немножко вытянуть вперёд. Вот нажимаем теперь вот на эту штуку, на красную, и жмём английскую G. Переключаемся тогда на стрелку. И вот тогда таз, вот она, входит в бедро. Чуть подаём вперёд. Так. Нужно теперь найти колени. Колени у нас синие. Вот она, вот это колено. И немножко колено можно вот так вот подать тоже вперёд. Так. Что ещё тут? Ну, в принципе, неплохо стало в позу гражданка. Вот такая вот прикольная штука. Также можно посмотреть здесь кости. Так. Вот здесь они, вот находятся кости. Вот так они установлены. И можно посмотреть, как они теперь будут работать. Так. Вот так выделяем косточку и жмём G. Она не рабочая. Так. Теперь все вот эти части можно включить через зажатый shift. Вот так вот. Эту отключить. Эту отключить. Ну, и то, что нам надо, повключать. Что-то, если не надо, можно отключать. Shift и щелчок левой кнопкой мыши. Вот тут ещё настройки. Ну, вот такая вот прикольная. Теперь можно делать с неё анимацию. Записывать здесь вот. Ставить её в позу. Прописывать ей именно её действия. И уже может получиться прикольная анимация. Вот такая штука. Так. Давайте посмотрим ещё глаза. Что здесь у нас за глазами, с лицом. Вот так вот. G английская. Вот вы видите, что можно и рот открывать. И что ещё тут можно. Также можно. Что у нас глаза. Это у нас глаза. Это у нас нос. Вот, можно отводить. Корректировать её голову. Вот, за эти части нажимать. Вот. И вот теперь. Немножко неудобно. Вот, красные вот эти нажимаем. И вот, красные вводят не сами кости, а вот эти вот квадратики. Вот можно улыбку ей сделать. И так далее. Так, ну вот такой ролик. Вот такая гражданка. В следующем ролике рассмотрим ещё, что нужно именно для анимации. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok